Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я продолжу записывать тему, которую начал в предыдущем видеоролике. И сегодня мне хотелось остановиться на понятии закона, о котором я говорил, который является очень важным для нас. То есть понятие закона, оно очень широкое. Это не то, что только непосредственно мораль, нравственность, юридический закон, гражданский кодекс, какие-то общественные нормы поведения. Мы начнем с законов очень таких простых, которые мы уже забыли и относимся к ним как к само собой разумеющейся вещи. Я вам предлагаю вернуться к воспоминаниям своих детства и вспомнить, чему нас там учили. Как эти законы позволяли нам расширять свой маленький мир. Здесь я попробую изобразить эти маленькие-маленькие шажки нашей жизни. Ну, это первый закон, который мы там... Чему нас научили первый закон? Нас научили, кроме того, что мы от рождения научились дышать сразу. Об этом мы не будем сейчас как бы остановиться. О дыхании это важная тема, она будет в дальнейшем, я буду ее озвучивать. А сейчас мы говорим о таком законе, как... Вот маленький закон, мы рисуем этот закон. Вот такой маленький закон, к примеру, который мы научились и который мы используем в каждый дневный закон питания. Мы научились кушать в детстве. Нас приучили к питанию. Вот. И мы начали кушать, чтобы стать человеком и чтобы быть человеком. Вот. Кушать научились. Вот маленький закон. Затем нас чему научили следующие? Это шагать, ногами ходить. То есть, маленького ребенка учим ходить. Такой закон позволил нам еще маленько расширить наш мир. Вот еще один закон. Правильно? Далее мы пошли такими уже, имея возможность ходить и есть, мы начали учиться чему? говорить. То есть, закон речи, закон слова, который значительно расширил наш мир. Допустим. Правильно? И с этого момента наши шаги становятся очень интенсивными. Нас начинают воспитывать. Что такое хорошо, что такое плохо и тому подобное. И мы еще расширили наш мир. Далее, что мы получили? После того, как мы научились есть, говорить, ходить, узнали, что такое хорошо, что такое плохо, что делать нельзя, что делать можно. Нам что? Образование. Дают образование. И мы идем учиться там в школу. И далее поэтапно у нас образуются круги законов различных. Мы здесь не будем рисовать, какое образование дает нам какие законы. Ну вот мы нарисовали. Скажем, это школа, институт, образование высшее, академическое. Это разные виды законов. То есть мы здесь говорим о широком банде законов. Физические законы, природные законы и так далее. Чем больше законов внутри находится у нас, тем больше законов мы способны воспринять и научиться этим законам. И научиться их соблюдать. Эти законы. И далее мы уже совсем там большой круг идет, который уже человек вышел, получил образование и научился самостоятельно регулировать нравственные законы, моральные законы и так далее. Вот. В чем здесь проблема? Это расширилось наше сознание. До какого степени? До очень большой. Мы начали с такого шажков, с маленьких, детских, и доросли до таких огромных, огромных шагов человека, сознательного мы называем. Нас называют сознательным человеком, дееспособным, способным осознавать и законы, выполнять их обязанности, иметь права в обществе. О чем я говорил в предыдущем ролике. Что необходимо эти законы соблюдать. Ну, почему у нас имеется проблема? У нас на каждом этапе имеется конфликт внутренний. То есть, внешний закон говорит, у меня внутри мало свободы. Видите, мало свободы. У меня ограничен внутренне. Я эти законы хочу убрать, он говорит. И что мы делаем? Мы эти законы уничтожаем внутри. На каждом периоде мы говорим, мы это уже узнаем, мы это уже прошли, это нам уже мешает, мы хотим становиться взрослее, самостоятельнее, более свободнее. Вот этих законов. То есть, мы говорим, нормально, мы научились есть, говорить, пить, ходить и так далее. Научились, мы это уже не соблюдаем. Мы за этим не наблюдаем, мы это не осознаем, эти законы. И мы их, их мы не принимаем во внимание. То есть, мы не считаем их главными, мы считаем главными законами вот этот, внешний. И далее мы постепенно все эти законы убираем. Зачем нам школьное образование говорим? Зачем мы там учились в школе? Чему я там научился? Вот я пойду в институт, я там выучусь, получу профессию, пойду работать. В конце концов, он отучился, получил высшее образование, там, академическое образование, выходит, больше еще круг выходит. И говорит, зачем мне это образование было? Оно мне неэффективно, не дает мне никакого... То есть, я учусь в жизни, самой в жизни, меня учат, меня учат профессия, меня учат коллектив, меня учат общество. Вот здесь вот. Эти законы мне опять не нужны, я их уничтожаю, чтобы внутренне быть свободным. Потому что здесь меня ограничивают. Куда мне идти? Внутрь? Внутренняя свобода. Я вот этот круг вам все показываю. Внутренняя свобода. Откуда она образуется, если там свободы, внутри нету, правильно? И вы, и я тоже, в том числе, это все уничтожаю внутри. Правильно? Интересная тема. Вот это. Как бы... Эти законы мы не считаем законами для себя. Это мы говорим наше пространство. Это мой мир. Здесь я что хочу, то и делаю. Проблема эта вот здесь возникает. Расширяться дальше сознание не может. Есть такая тема интересная у всех. Она на слуху расширение сознания. И для этого существуют различные методики. На западе, на востоке. На западе это психоанализ. На востоке там медитация. И другие самые техники и схемы расширения сознания. То есть медитация говорит, давайте сядем в медитативную позу. Погрузимся внутрь. И ум ваш замолчит. И вот это пространство будет свободное. То есть не будет никаких законов вообще. Ум ничего не будет контролировать. Никакое пространство. Все, вы здесь будете свободны. Сознание расширится. Оно не расширится. Оно просто перечеркивает это все. И у вас такая иллюзия возникает расширение сознания. То же самое происходит в психоанализе. Человек изучает психоанализ. Изучает поведение ума. У человека. Человеческой личности. В обществе. Конкретно в культурном обществе. У нас почему эта проблема возникла? Там предыдущий есть такой хороший ролик я сделал. Мне он нравится. По книге Стива Хокинга. Там я этот ролик не случайно поместил сюда. Чтобы именно обратить ваше внимание на ту возможность, которую человек видит. Видит пространство. Видит время. Мы это все видим. Но мы к этому не возвращаемся. Мы не обращаем на это внимания. То есть нам говорят пространство, космос существует. Космос есть. Есть солнце, есть звезды. Мы к этому все относимся. Пусть оно где-то в книжках, где-то в науке существует. А в реальности этого нет. Для нас в реальности мир вот такой. Он как был. Плоским. Помните? Там книги. На лекции профессора. Левый профессор. Бабушка встает. Там тетенька говорит. Вы не правы, профессор. Мир-то плоский. И держится на черепахе. Вот бабушка-то права, елки-палки. Вот такой мир у каждого человека. Плоский. Плоский он. Мы линейно мыслим. Мы не мыслим трехмерно. Мы мыслим вот так вот. Вот эти проблемы у нас возникают из-за этого. Что мы мыслим линейно. На одномерной плоскости. В одномерном пространстве. И вот это мы все убираем. Уничтожаем. И потом мы имеем проблемы. Но. Вы смотрите мой канал. И я вам могу показать очень простую вещь. Так. Где мы ее покажем? Где мы ее покажем? На другом листочке покажем. Сейчас мы переворачиваем листочек. Так. Вы запомнили эти кружочки, да? Теперь мы эти кружочки делаем. Ну, симметрично делаем проекцию. То есть чертежи называются проекцией. То есть делаем проекцию тех кругов на плоскости, да? То есть на плоскости в трехмерном пространстве. Даже сейчас нам нужно двухмерное пространство. Мы не говорим даже. Мы просто находимся в одномерном и линейном мире отношений и связей. Мы их линейно видимых. А там кружочки бы как выглядели, если проекцию мы нарисуем? Маленький кружочек. Побольше кружочек. Еще побольше кружочек. Еще кружочек. Еще кружочек. Вот он. Еще кружочек. Еще кружочек. Видите? Те кружочки выглядят иначе. На что это похоже? На что это похоже? Это похоже на лестницу. Элементарную лестницу. По которой мы поднимаемся. Куда мы поднимаемся? К чему-то мы, может, поднимаемся. Вот теперь представьте себе, что вы под собой эту лестницу ломаете. Вы ее уничтожаете. Вот это стираете, все стираете, стираете. Это у меня не было. Здесь у меня проблем никаких не было. Здесь у меня ничего нет. Все, этих проблем нет. Этих законов никаких нет. Это вы все убираете и остаетесь вот здесь один на один в одномерном мире. Вот здесь один на одномерный мир, плоскость. Черепахи внизу. Слоны внизу. Вот проблема чего. Вот. Это двухмерный мир. Двухмерный мир. И мы его даже не можем в двухмерном мире себе осознать. Что мы находимся в двухмерном мире. А трехмерный мир, это вообще... То есть нарисовать здесь какую-то самую сферу. Сферу там нарисовать. Или окружность, да, как мы говорим. Окружность, которую ранее рисовал. Окружность, сферу, которую мы слышим там в книге. Стивена Хокинга, да. То есть там тема окружности, тема сферы, тема вращения вокруг Земли. Тема вокруг Земли, Луна, вокруг Солнца, вокруг и так далее. Все это вращается. В пространстве времени. Хотя время линейное. Правильно? Мы поэтому свою жизнь видим линейную. Линейную видим. Прямо. То есть мы отродились. И вот мы закончили. В другом пункте закончили свою жизнь. Все. Вот наша жизнь линейная. Соответственно, в соответствии с этой линейностью мы строим свой мир. И в этом проблема у нас. Мы не видим, что мы уничтожили собственную лестницу. Собственную лестницу, по которой мы поднимаемся и на которой держится наш мир. Черепаха, еще одна 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 черепаха. Много черепах. А здесь мой мир. Вот они стоят. Давайте уберем этот черепах. Что у нас будет? Ничего не будет. В этом проблема. В этом проблема. Уничтожаем внутренние законы. Уничтожаем внутренние конфликты, проблемы, которые были у нас. И что я хотел сказать вам об этом Что это наша лестница По которой мы поднимаемся Выше Если здесь мы не можем Страх откуда появляется Если в этой лестнице нет Почему мы обращаемся к уму постоянно К уму анализируем Окружающий мир Вот здесь почему мы постоянно обращаемся К уму анализируем окружающий мир Потому что внутри образуется страх Это мы все законы убрали Перечеркнули их И получили Свободное пространство для страха Законов внутри нет Все мы их не осознаем Они нам не нужны Не намешают Внутреннюю свободу нам надо подавать Мы не хотим быть рабами закона Страх образуется И обращаемся к уму А ум у нас где находится Как я поранее в том ролике говорил Он находится во внешнем пространстве В будущем И в прошлом А вы его возвращаете куда? Настоящее Вы возвращаете вот сюда Ум Ум приходит Соответственно приходит человек И кем вы становитесь вместе с умом? Ум становится инструментом раба И кем мы становимся? В том случае Вот кем мы становимся Мы становимся рабочим Рабочим у которого есть инструмент производства То есть Ум Становится инструментом производства И вы становитесь рабочим Вместо того, чтобы стремиться стать Творческим человеком Творить Творцом вы не можете стать Вот То есть Сегодняшний ролик Я думаю Вам о чем-то сказал Вот Основной момент Я вам показал Еще раз повторяю Законы Должны все сохраняться Надо к ним возвращаться Их все вернуть на место Эти законы В любой момент жизни Времени В настоящий момент Надо эти законы вернуть К ним вернуться С ними согласиться Что не существует в вашей жизни Они есть Их принять Их простить Оки-пак И там эти законы Может быть Которые были Какие-то проблемы Там были Вот такую Создать Ну Мы еще не нарисовали Что это Подобие Самой солнечной системы Видите солнышко Ну это Вот Вот она нарисует И вот Что должно у нас получиться Вот такая лестница А не вот такая Если вы тут убираете Вы становитесь рабочим Вот Сегодня Так интересно Пытался Значит Понаговорить Эту самую тему По поводу Законов Которые Существуют В нашей Реальной жизни Они существуют Постоянно Мы к ним Обращаемся Но мы Как бы От них отказываемся Мы говорим Это теперь незаконно Вот я предлагаю В первую очередь Чтобы Вернуться К понятию Раб Перестать быть рабочим Остаться Стать рабом Рабом Раб Я раб Раб То есть Мои умы Сознания Свободны Там А здесь У меня все Занято Тут занято Законами Я по этим законам Двигаюсь По ним Я расту По этим законам Вот Спасибо вам за внимание Надеюсь Вы Смотрите Мой Ролик Не случайно А если вы случайно Подписывайтесь Буду рад вас видеть Я буду стараться Записывать Следующие ролики Которые дадут вам Развитие Этой темы И возможно Вы построите Свой собственный Мир Человека Человека Творца Всего доброго С вами был Виталий Рафеев На канале Чувство Знания До новых встреч До новых встреч